Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев и это видео в дополнении к моему бесплатному курсу по Joomla 4. Кто не знает, ссылочка будет в описании под видео на этот базовый курс. В этом видео я покажу быстро, как установить русский язык на Joomla 4. Если у вас возникают проблемы, не получается через админку сайта установить локализацию. В связи со всевозможными санкциями и другими какими-то проблемами, я думаю, что это вызвано этим. Все чаще и чаще видно, что не получается накатить локализацию и вообще обновления всякие на Joomla 4 и так далее. Как мы это делали легко раньше. Мы всегда можем накатить обновления локализации, обновленные локализации поверх установленных локализаций, скачав предварительно. Но там тоже у новичков могут возникнуть проблемы. Поэтому я решил записать это видео, так как процесс очень быстрый, простой. Главное знать, что делать. И так как у нас все быстро меняется, поэтому информация актуальна в этом видео на момент записи этого видео. Это 30.07.2022 год. Если вы будете смотреть это видео и у вас по этой инструкции не получится установить локализацию, вы напишите в комментариях на моем сайте fedorvasiliev.com, на моем сайте официальном под постом. Под этим вот постом. Ссылку также я оставлю под видео, если это видео смотрите с YouTube или с Routube или Яндекс.Дзена. Везде я оставляю ссылку. Итак, приступаем. У меня информация, когда Joomla уже установлена на хостинг или на локальный хостинг. И давайте покажу весь процесс сначала. Я захожу во фронтальную часть сайта. Вижу, что у меня есть что-то для обновления. Захожу, кликаю сюда. Вижу, что у меня доступен перевод. То есть у меня установлен и новая версия локализации для Joomla. Как мы это сделали раньше? Да, просто нажимаю птичку и нажимаю обновить. Я сейчас хочу показать вам процесс. То, что у меня не получится этого сделать. Чтобы у вас не возникало каких-то промежуточных вопросов. И вы видели то же, что и я. После долгого ожидания. Конечно, ситуация бывает разная. Иногда бывает у меня устанавливается русский язык. Иногда нет. Вот сейчас как раз вопрос о том, когда не получилось. У нас всякие предупреждения. Мы на это даже не смотрим. Смотрите, что мы делаем дальше. У нас здесь вот есть ссылочка. Мы весь путь не копируем. Мы копируем именно адрес. Вот так. Выделяю. Joomla.org. Копировать. То есть вот просто адрес. В новой вкладке браузера я открываю. Это официальный сайт. Он работает. Ну, по крайней мере, должен работать. Здесь я нажимаю наверху кнопку Download. Вот эта вот кнопка скачать. Здесь мы можем скачать пакет Joomla для новой установки и апгрейды, обновления Joomla. Но ниже нам нужно, видите, вот эта вот плитка Download Language Package. Нажимаем на эту кнопку. Выбираем нашу Joomla. Так как у нас Joomla может быть у вас Joomla 1.5, 2.5. Для разных Joomla своя локализация. Так как это Joomla 4 на момент записи, актуальная версия. Я нажимаю под ней кнопку Language. Здесь для разных стран переводы. Чтобы быстро найти русский, вот здесь вот смотрите, в списке я выбираю, прокручиваю. Видите? Russian. Выбираю. Показывается перевод для Joomla 4 русской локализации. Здесь всегда актуальные переводы. То есть это официальный сайт, это не какой-то промежуточный. Никаких вирусов, ничего вы отсюда не скачаете. Или каких-то вредоносных ссылок. Это официальный в мире самый главный ресурс под Joomla. Кто не знает. Нажимаем на кнопку здесь ниже. Download Language Pack. Здесь есть даже, видите, разные версии переводов. Самый верхний, это самый актуальный. Вы можете это видеть в админке. Доступно 4.1.3.1. Видите? Вот, мы это видим здесь. Я нажимаю. То есть прямо по заголовку могу нажать вот сюда. Либо на вот эту синюю кнопку. И здесь на этом шаге у вас как раз-таки тоже могут возникнуть проблемы. То есть если я нажму сейчас Download, локализация должна скачаться с сервера. Вот как раз-таки тут либо санкции, либо что-то еще. Ну вот из России я не могу его скачать. Здесь нам нужно прибегнуть к так называемому VPN. То есть это может быть платное или бесплатное приложение для браузера. VPN это как бы обход. То есть как будто бы я захожу с другой точки на этот сайт. С другой стороны, скажем. Там, где не наложены санкции. И смотрите, как я это здесь качаю. Я использую браузер Opera. Вы можете любой другой браузер, которым вы пользуетесь. Вам, конечно, прежде чем скачать, нужно подготовиться. Конечно, сначала нажимаем на кнопку. Вдруг получится. Вдруг на какой-то момент это может получиться. Давайте убедимся. Сейчас я должен показать именно ту страницу, что мне не удается скачать этот перевод. После долгого ожидания вы можете увидеть вот такую страницу, подобную, как у меня. Все, не получается скачать. Теперь к VPN. Я вам показываю. Смотрите, видите. Это один из бесплатных VPN. Как вам его установить в браузер? Вы в поиске через Яндекс, через свой браузер, вбиваете приложение для Opera VPN. По-английски VPN. Просто устанавливайте любой бесплатный VPN для вашего браузера. У меня Opera. Это один из бесплатных VPN-приложений. Вот так он выглядит. Сразу хочу сказать. Бесплатные VPN, они работают нестабильно. То есть, то доступ есть к сайту, то нет. Просто надо несколько раз попробовать скачать, если сразу не получилось. Платный VPN – это совсем другая история. За это нужно платить деньги. Там, конечно, будет все летать. Сейчас урок у нас не про VPN. Я думаю, что вы здесь сможете справиться. Просто смотрите по рейтингу. Там есть звездочками, например, в Opera в списке приложений, когда вы качаете, то есть устанавливаете это приложение. Выберу нужное приложение, нажму «Установить», и оно само установится в браузер. Потом у вас здесь оно должно появиться. Либо в настройки браузера зайдете, и там можно сделать так, чтобы этот значок появлялся здесь. То есть вот здесь в списке, чтобы быстрый доступ был. В общем, у меня VPN уже стоит. Я просто нажимаю вот здесь вот переключатель. Это включение VPN. То есть теперь как будто бы я зашел с другой стороны. И теперь здесь я нажимаю «Назад». Если «Назад» стрелка в браузере не получится вернуться на эту страницу, смотрите, я просто отключаю VPN, обновляю страницу, потому что эта страница работает у нас свободно. Теперь я включаю VPN, вы видите, галочка стоит, и нажимаю «Download». Опять же, так как у меня бесплатный VPN, может не сработать. Вот такая вот промежуточная страница, что-то здесь грузится. Я вижу, что колесико крутится, что-то происходит. Должно открыться окно из сервера. Открылось окно, все. На компьютер нажимаем кнопку «Скачать» в всплывающем вот таком вот окне. Скачали на компьютер, теперь никаких преград у нас с вами нет. Мы с вами переходим в админку нашего сайта, дальше «Система», «Расширение». Здесь нажимаем на вкладку «Загрузить файл пакета». Сюда. Далее, либо перетаскиваем в эту область архив с переводом, либо нажимаем на эту кнопку. У меня открывается папка, вот этот перевод. И я нажимаю «Загрузить». И ожидаем. Все готово. Вы видите, установка пакета успешно завершена. Последняя версия у нас с вами установлена. Субтитры сделал DimaTorzok